Реже всего лицом клуба становится вратарь. Он не забрасывает шайб, и хотя от его игры зависит почти всё, он обычно остаётся в тени нападающих или защитников. Но лицом календаря МХЛ от авто был выбран Владислав Гросс. На самом деле весело было, повеселились с ребятами, развеялись. У некоторых, конечно, да, особенно с Востока, мы друг с другом много кого знаем, там, знаешь, кого-то ещё там не знал, познакомились, пообщались. Тоже интересно, прикольно завести новые знакомства, потом будешь приезжать на игры, уже будешь больше ребят знать. Они хорошие игроки, ну и также они классные ребята, как я уже узнал это, о них с ними весело провести время было. Один из самых влиятельных хоккейных менеджеров в истории КХЛ – Олег Гросс, его отец. А теперь представьте себе такую сцену. Сын объявляет папе, что его выбор – хоккей, но играть он будет только на воротах. На самом деле, насколько я помню, как они мне говорили, что я вообще ультиматум им ставил, что либо хоккеем не занимаюсь, либо только вратарём. Так что, я думаю, немного шокировало. Как-то, да, наверное, форма, всё, как они делают, ловят шайбу. Вот это, наверное, и понравилось мне. Он родился в Новокузнецке, а затем переезжал в те города, где строил команды Гросс-старший – Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург. По всей видимости, отец знал – если хочешь помочь сыну чего-то добиться, дай ему возможность сделать это самому. Свой первый сезон в СКА-1946 Гросс не сыграл ни минуты. Каково это – провести сезон на скамейке? Представить трудно. Было непросто, но это служило большим опытом, уроком для меня. Я многое переосмыслил, и я считаю, что это даже в какой-то степени пошло мне на пользу. Но определённо, что руководители вратарь должны обладать схожим набором качеств. Быть азартным и спокойным, эмоциональным и сдержанным, расчётливым и обязательно удачливым. А ещё знать максимум возможного и при этом никого не слушать. Даже отца. Максимум, что он может это психологически посоветовать насчёт вратарской специфики. Я всё же больше доверяю тренерам по вратарям, так как это их работа, а не его специальность по вратарям. По игрокам, да, он может многое сказать, но разное немного амплуа. В первую очередь холодной крови. Нужно просто оставлять команду в игре в нужные моменты, когда там счёт шаткий или какой-то ровный. Надо просто помочь ребятам, они забьют, и тогда победа будет. Это третий сезон Владислава Гросса в МХЛ. Он основной вратарь авто. Заявлен за команду КХЛ, но пока не дебютировал. Екатеринбуржцы играют в атакующий результативный хоккей. По разнице Шайб, Авто – одна из лучших команд на Востоке. По сравнению с тем сезоном мы начали играть более, наверное, атакующий какой-то хоккей. Потому что в том сезоне мы играли скорее на удержание. Счёты могли выиграть 1-0, там 2-1 игры, там 3-1. В этом году мы забиваем больше, и бывает ошибаемся в обороне иногда чуть-чуть чаще. Мне кажется, МХЛ – это самое идеальное место для того, чтобы копить опыт. Надо в этой лиге не бояться совершать ошибок, а наоборот пробовать всё изучать, открывать свои сильные стороны, чтобы потом уже во взрослых лигах ты был более сформированным хоккеистом. Во вратарской профессии есть что-то мистическое. Профессиональный голкипер обладает уникальными навыками и загадочной психологией. Должен быть одним целым с командой и в то же время оставаться в стороне. В какой-то мере ты должен быть немножко, как сказать, пофигистом, может быть, потому что ты должен каждый раз, несмотря на то, что ты допустил ошибку какую-то, ты не должен себя вгонять в какой-то клин, а продолжать дальше играть матч, останавливать шайбы, потому что, ну, про одной пропущенной шайбы матч же не заканчивается, и игра идёт. Даже если там получилось неудачно пропустить 2 или 3 шайбы за период, мне нужно руки вешать, надо наоборот оставлять команду в игре, чтобы она потом смогла забить и всё же сравнять игру. На самом деле это надо хорошую уметь, я считаю, реакцию, психологию, это наиболее важное. Также ещё надо уметь занимать позицию грамотно, чтобы встать на пути шайбы. Не надо никогда думать о том, что каждое твое действие может привести к потере очков. Если ты думаешь, что это и хуже всё будет, надо просто выходить и играть, получать удовольствие от игры. Восточная конференция Кто выйдет победителем из этой мясорубки? Молодёжная хоккейная лига держит интригу до самого конца. Мне кажется, поскольку здесь более молодые ребята, она непредсказуемая, скорее всякое может случиться, потому что с ИВКХЛ там уже люди, имеющие большой опыт, они вряд ли совершают такие ошибки, которые происходят в МХЛ. Поэтому, я думаю, это непредсказуемостью всё интересно. Потому что бывают матчи, когда первую игру выигрываешь 5-0, а потом ты можешь проиграть 2-7, к примеру, всё, всякое может случиться. Возможно, на самом деле всё, всё зависит только от нас самих. Я считаю, что в этой лиге на самом деле нет сильных и слабых команд, все равны. Каждый использует свои сильные стороны, кто-то техничностью, кто-то берёт самоотдачей, кто-то физикой выигрывает матчи. У всех свои козыри есть. Олег Гросс уже успел поиграть во многих командах. Видел много талантов, способных ребят в разных городах страны. Кто-то из них добился успеха, кто-то затерялся. МХЛ проверяет на прочность каждый день. Здесь формируется характер. От него зависит будущее ребят. Для них это самая важная школа жизни. На самом деле это всё зависит, я считаю, что от доверия тренеров. Это как если человеку будет доверять в дальнейшем, идти выше, выше, расти, подключать к первой команде, то он, скорее всего, и сможет добиться чего-то. А если тренер не обращает внимания на талант парня, то, конечно, он и не сможет раскрыться. Потому что психологически очень тяжело. Если ты видишь и знаешь, что ты можешь больше, но тебе не дают это сделать, то, в самом деле, не каждый может выдержать такого. Проекты «История МХЛ» и «Поколение МХЛ» рассказывают о главных героях молодежной хоккейной лиги. Все выпуски доступны в социальных сетях МХЛ.